привет привет всем меня зовут кристина и вы на моем канале о вязании сегодня суббота почти уже месяц подходит концу и сегодня просто хотела провести такую небольшую рубрику болталку расскажу что у меня в данный момент на спицах что я закупила из мелочевки потому что я заказала еще пряжу на пряжа еще в пути еще не приехала покажу одно изделие что я закончила ты когда две недели я болела и как говорится выбило меня это все из строя но все не такое по чашечку кофе как говорится субботнее утро небольшая такая вот болталка что я сегодня покажу начнем наверно что я наконец-то закончила так я вот закончила уже такую вот шапку мужу муж попросил на быструю связать шапку так как надо было работать на улице холодно и вот такое на быструю руку я ему взяла вот такую вот шапку основа здесь у нас резинка 2 на 2 и посредине вот такие вот узор скрещены араны отворот который но он вывязывается вот таким вот образом такая на быструю руку так у меня не сохранился к сожалению я наверно как-то на быструю руку выкинула как его бирочку пряжи но вязала я из такой вот пряжи если вы видите это биби биби full филате да это стопроцентный меринос цвет был 9509 называется navi blue ну это темно-темно-темно-синий такой да вот на темных изделиях сразу весь мусор виден она у меня уже в шкафу полежала такая вот макушка мужская шапка мужу понравилась сказал мягенькая и будет носить с удовольствием вот такая вот у меня получилось вязала по какому-то мастер-классу сейчас на сейчас не вспомню надо поискать у меня на ютюбе она просто сохранена в этом как его библиотеке если кому-то надо то напишите в комментариях или в telegram я туда уже ссылку скину на тот мастер-класс по которому я вязала тут окружность было 60 сантиметров я помню и спицы три с половиной манжеты был не или манжет был три с половиной сама шапка 4 ну что-то все честно не помню вязала когда еще болела параллельно потихоньку как на автопилоте такой вот шапочка получилось и вчера закончила последний заказ больше заказа в данный момент у меня нету такие синие варежки но к сожалению не с не сфотографировала я их закончила написала и женщина в течение 20 минут просто приехал за их забрать поэтому ну я даже не успела сфотографировать они еле еле у меня успели в того пройти поэтому такие же вот что-то подобное темно-темно-синего цвета были но сожалению нет у меня варежек так и что у меня сейчас на спицах на спицах две пары носков одни у меня мужские носки еще чуть-чуть уже надо мысок закрывать вот такая вот у меня резинка и вот такой вот узор и не знаю видно вам не видно получается так резинка резинка 2 на 3 до здесь две лицевые 3 нет 2 изнаночные 3 лицевые и там где лицевая еще вот такие вот изнаночные извините дорожки классическая бабушкина пятка укрепленным узором удлиненные носки мужа на 46 размер удлиненные по голенок потому что в сапогах и вот так удобно носить это у нас вот такие простые ходовые рабочие носки вижу я на спице 3 и вот из такой вот пряжи nord здесь такие вот полоски это цвет 05 и вот этот у меня здесь 0 6 цвет вот этот вот темно-серый микс и они оба микс такие так потихоньку без фанатизма вижу потому что ему они не горят скорее всего даже будет только в следующем году носить но или тут совсем сейчас мороза если грянуто в данный момент у нас в основном 0 стоит такие вот резиночка у меня 2 на 2 и цены и здесь у меня скрещенные вот такие они страшненькие но я думаю после блокировки хотя бы был можно будет увидеть этот такой простой такой невзрачный узор и 2 пары я уже вчера начала вязать вот эти носочки у меня пойдут в проект носочная коробка тоже вяжу из пряжи nord номер 11 почти связал уже пагонинок еще надо пару сантиметров довязать такие женские носки будут на 38 размер с таким вот ажурным узором такие как листочки накладываются друг на друга и цепочка вот носочки у меня пойдут носочную коробочку очень понравился этот узор вяжется очень легко сначала казалось запутаться можно ну-ка два рапорта провязала все уже схема ненажды можно убирать и так вот у меня в данный момент это у меня две начатые работы на спицах так и насчет покупок что у меня насчет покупок так с чего же начнем давайте начнем вот такой вот штучки видно вам не видно это средство для стирки я ездила в магазин покупать спицы и там надо было пару моточков пряжи и девушка мне предложила попробовать здесь 100 миллилитров такое вот средство так сейчас я вам чуть-чуть расскажу я нашла описание так это у нас кто вообще его производит канада канадское производство и она считается экологическое средство производитель пишет это средство для стирки которая не надо полоскать и которая можно использовать для стирки всех видов природных и синтетических волокон а я его взяла попробовать для того мне подавщица она рассказала как она сама все свои вещи стирает и что она ничего не полоскает она даже шелк там стирала и всякое такое что она очень довольна этим средством вот я поэтому взяла 100 миллилитров только маленькую бутылочку попробовать так что тут еще средство не содержит оптических отбеливателей фосфатов синтетических ароматизаторов и краситель аромат придает качественные эфирные масла находящийся в составе ланолин является природным смягчителем который поддерживает или с численность волокна и уменьшает его электростатичность средство соответствует европейским требованиям и биологической разрушается доступно 5 ароматов у меня вот это грейпфруктовый мне очень понравился аромат он очень ну вот рядом свежим грейпфрутом пахнет и есть у них еще и эколипт лаванда жасмин и нейтральная без аромата эколипт очень не понравилось у них был там на месте хотела лаванду но в данный момент у нее не было и у них доступны еще есть побольше бутылочка еще есть 500 миллилитров большая но вот если он мне понравится то я уже куплю тогда большую бутылку потому что я раньше проводя в это стирала или в жидком порошке который дома на для 6 или сего не было дома то просто шампунем но после шампуня мне не нравится все-таки такое изделие такой интересный запах потом остается ну там наверно тогда надо какой-то тоже шампунь фруктовый подбирать не знаю но я взял вот этот грейпфрутовый потому что ну чтоб прополоскать сделать вот его чтобы у изделия тоже был как говорится приятный запах вот такая моя маленькая покупка стоил недорого 4 евро с копейками так что я еще купила вот такая вот мелочевка это у нас счетчик рядов поехала тоже его закинула свою картину в покупке потому что надоело я то записывала ряды в тетрадке то приходится по квартире тут там повяжешь то на кухне то на диване его бегаешь этой тетрадкой ручкой неудобно потом я скачала аппликацию в телефоне там пробовала но телефон телефон то надо его заряжать то надо его держать туда к проводу ну короче неудобно решила купить такую фигню девается на палец и даже если он выключается через какое-то время ты когда его включаешь у него те ряды еще остается но если вы нас то остановились там на 57 то такую вот финти кружку я купила так потом ко мне приехал вот такой вот заказ вот это у нас линейка для носков взрослой размере от 30 30 до 47 эту линейку мне посоветовала даться и такая вот штука ко мне приехала носок покажу как она работает короче берешь одеваешь таким вот образом на пятку здесь просто есть эти отметки чтобы понять по размеру чтобы связать когда надо делать начинать делать мысок и тут например мне еще надо привязать вот я сейчас везу 46 до без фанатизма снатянуть полотно вот еще с такой кусочек привязать здесь уже надо делать мысок здесь вот 46 47 я знаю что это 30 сантиметров туда теоретически массов у меня будет вот такого вот размера очень классная удобная штука у них есть еще на детские носочки я тогда еще закажу на детский размер у них точно такая же не ты ну и плюс еще как его проверить эти размеры на спицы кстати они очень соответствуют вот у меня размер 3 вот этот 325 большой здесь уже 275 нет у них ну очень скажу идеально соответствует такая вот деревянная линейка и я еще заодно заказала такую линейку это линейка чтоб просчитать плотность и еще вот в бонусе тоже тут один кома 5 до 11 размер померить померить спицы а здесь просто внутри кума 5 1 кума 5 носочные спицы тут уже совсем большие и принцип такой вот у меня схватился свитер и когда-то вязала дочки сейчас как это вот лицевая гладь например там просто покажу принцип ставишь просто линейку вот вдоль вдоль дорожки да ты начинаешь вот у тебя 10 сантиметров ширина 10 сантиметров машина и ну и начинаешь считать очень удобно потому что я знаю что у меня всегда эта проблема это просто с линейкой мерить но трудно тут раз прижал поставил подсчитал и как говорится рассчитал свою плотность такая вот штука красивая кстати красивая такие комплект как подарок подарить если кому-то надо для рукодельниц такой мой свитер который я давно давно вязала дочки вот с такими рукавами узор малинки называется вязала его давно два года обратно дочки уже маленький она его носила такой вот вообще пробный первый свитер что-то я тут пробовала такое вот чудо ну ладно так что еще купила я купила такие спицы нужен был размер 325 магазине что-то другого такого не было интересного взяла попробовать вот такие вот это нет про smart stick буду пробовать что-то знать у них вот эти вот маркировка по два сантиметра своего рода такая линейка только но сейчас данный момент не могу понять как ее практично можно использовать ну может быть наверное нужно такие спицы попробовать купила так потом я еще купила вот такую вот пряжу это от реаги белая пряжа носочный состав я взяла 4 пасма таких а для покраску буду красить фряжу носочную до 75 процентов 6 25 процентов полиамид опасно по 100 грамм а то мне уже надоело вот эти все то есть магазине цвета хочется что-то что-то вообще такое не такое как у всех ну и к этому я еще вот накупила такие вот краски это у нас оливковый темно-зеленый фисташковый бордовый фиолетовый это цвет рубина не знаю не помню это зеленый розовый это было как его вишневый цвет хаки ну короче такие набрала они там вообще копейки стояли такие пачечки взяла попробовать они производятся в польше но они пишут что он типа краска для этого как его хлопка вискозы и льна но я думаю шерсть спокойно покраситься буду пробовать пачечки по 10 грамм и одну пачку 0 кома 5 килограмм она не пишут они шерсти а как его ткани можно покрасить да это пол килограмма ткани сниму наверно видео что мне из этого получится то что у меня есть вот это вот пряжа потом у меня есть стопроцентная овечья пряжа и меринос и есть пол матка у меня ализе супер вошь белом круче буду пробовать украсить и получится я думаю все получится будет интересно и потом я купила вот такие два моточка так это у нас грундель глиттер у нее 25 грамм 110 метров такая вот ниточка золотистым и лана готов кейбл 5 50 грамм 175 метров это у нас стопроцентная как его господи хлопок я специально искала именно золотистые вот это скорее всего я буду смешивать вместе чтобы ниточка было потолще так здесь там состав спрятаны внутри к сожалению я его не вижу ну какая-то синтетика скорее всего а нет вот 90 кума 5 вискозы и 9 кума 5 по листер вот такая вот чудо вы меня спросите зачем я эту купила чует буду это делать я вам сейчас поделюсь у меня есть такая моя любимая колода таро это моя самая любимая рабочая колода она золотистая вот у меня тоже коробочка золотом переливается сами карты тоже сделано золотом и я для нее хочу сделать как говорится домик ну мешочек я искала в интернете я ничего подобного себе не нашла и я хочу именно чтобы вот этот сохранен золотистой вот это вот золото и поэтому я решила купить эти нитки и буду вязать сама этот мешочек может быть добавлю еще где-то какие-то золотистый бисер и для своей любимой любимой колоды хочу сделать такой вот мешочек для таро для колоды таро буду думать сама как сделать этот мешок искать подсматривать мастер-класса не буду хочу придумать свой дизайн и вот такие две ниточки буду комбинировать так что посмотрим должно красиво получится потому что если эти колоды но не держать мешочка кто все время их используя то начинается коробочка рваться и это так как это моя любимая колода я все-таки хочу и и сохранить долгую жизнь это такая вот моя маленькая и и и и еще я купила две такие книги если вам видно это японские узоры книга и здесь такая книга крючку для крючков а я ее купила потому что вот эту вот мешочек для колода буду вязать крючком и я человек который любит все в книгах я понимаю что много чего можно в интернете найти там скриншоты сделать распечатать но я такой человек когда я люблю что вот это все в красиво в книге это можешь открыть почитать и вот такая вот книга японских узоров она на русском так у нас тут содержание есть я уже японские узоры вязала 125 мотивов и 125 технических примеров они обе у меня с одного с одной с но одного издательства тоже на русском всякие такие вот покупки мини покупки такое заказала еще пряжу потом что-то с литвы едет что-то тут из местного магазина идет пряжа тоже покажу что я там что-то будет носочное что-то для митингов и феврале я уже буду делать стене февраля большую покупку буду пробовать заказывать там из одного из томского магазина что тут наберу посмотрим так девочки чуть поболтала кофе надо кофе допить надо начать что-то делать на улице ветра нету солнышко нету зато чуть-чуть чуть-чуть приморозило минус 4 так как выходные надо надо пойти здесь мне прогуляться сходить до магазина купить вкусняшек отдохнуть в понедельник опять школа дети домашние надо вязать надо нагнать скорость довязать носочек носочную коробку потом покажу что у меня получилось и так сегодня тогда все приятных вам выходных и до следующего раза поставьте лайк если понравилось моя болталка подпишитесь на канал если вам нравится меня слушать смотреть и какие-то вопросы не стесняйтесь задавайтесь в комментариях я здесь под видео в телеграм канале только буду рад рада с вами пообщаться получить обратную связь так девочки до свидания пока пока